приветствую вас на моем канале сегодня у нас мод для евротрак симулятор и это камаз нео 65 802 и 54 90 этот камаз у меня появлялся в топе за прошлый месяц ссылочка выскочит сейчас но к сожалению он он входил в состав карты южный регион и это версия которая была отдельно отдельным модом было слишком забаговано чтоб я ее выкладывал сейчас на одном из сайтов я посмотрел что это версия 161 быть может быть все поправили тут уже все хорошо итак находится в салоне reno смотрим его конфигурации вот так вот выглядит наш не ушка так так обзор будет долгим потому что я буду все правдиво показывать и дотошно немного нудновато конечно но зато это лучше чем эти обзоры которые с отшлифованными картинками там с hdr-ами но по сути не показывают всю нутрянку итак смотрим что у нас по кабине видим у нас кабины как раз и есть эти модели 65 206 и 54 90 сейчас 54 90 и вот такая вот ну по сути видим что снялась просто крыша никаких даже по морде лица не меняется так смотрим что у нас по шасси так шасси у нас 4 на 2 4 на 4 6 на 4 с подъемной осью ну давайте выберем что-то такое средненькой 4 на 4 это вроде бы коротковато 6 на 4 давайте 6 на 4 без подъемной оси так хорошо переходим к трансмиссиям трансмиссии тоже у нас есть выбор от 457 лошадиных сил до 510 даймнер мерседес даймнер вот такие вот у нас модификации камаз такое полу мерседес получается итак трансмиссии у нас 8 6 есть 12 и 12 с ретардером вот и 16 даже есть ретардером так по интерьеру вот так вот выглядит у нас интерьерчик и он только один все достаточно простенько не знаю это наверно шторка здесь так вот так вот все выглядит простая прибор очков все такое насколько я помню там прикольная была прикольная была именно бортовой компьютер посмотрим как он выглядит пайн джоб у нас представлен несколькими цветами никаких рисуночков сюда не завезли не знаю это нужно или нет ну хотелось бы конечно чтобы был какой-то с элементами грязи такой ну с элементами загрязнения какой-то скин так серый не знаю желтый это слишком давайте вот так его покрасим под военный такой так что у нас по внешнему тюнингу есть немало точек давайте начнем снизу защита видим что с превьюшками камаз вот такая вот защитка у нас добавляется на ней точки на которые можно ставить парки давайте поставим по фар очки не главное что потом попасть на вот эти точки мы видим что фары оригинальные так я не попал на точку так ну вот так вот завесили его следующая точка у нас решеточки добавляются решеточки на все фары так эта точка у нас еще добавляет фары или что ничего не поменялось как кажется и как это убрать тоже не видно так идем дальше это у нас номерной знак он уже поставил длинный не убирается и как мы видим что он фарами перекрывается не очень это хорошо давайте уберем вот эти две фары что видим видно было что он с россии так отлично идем дальше что у нас так туманки туманки уберут у нас наш давайте попробуем посмотрим что они делают ну такие туманочки добавляются так так и такими полосками достаточно красиво выглядит но мне больше понравилось вот это вот защитка давайте вернем ее видим что все сохранилось я переживал заново придется делать таблички можно ставить что с водительской что с пассажирской так фронтальное зеркало есть такое вот и немножко повыше но это надо смотреть именно посадка все-таки меняется давайте посмотрим салона так вот так она выглядит и второе вот так не знаю принципе по моему вот это больше не мешает нам обзору ну там на перехрестках допустим лучше его по поставить повыше ну это на мой взгляд не знаю выше она не встает это и есть самая максимальная высота ну хорошо вставляем так что у нас по санвизором той только один козырек и он убирает наше наше фронтальное зеркало к сожалению кстати что по зеркалам ничего менять нельзя можно флажки от разных стран вешать так с этой стороны также так люстра 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 это у нас наш light бар к сожалению он так низко по посажен но нам тут и не предлагают хорн вешать ну давайте пару штучек таких при прилепим так 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 вот хорошо идем дальше здесь у нас мигалочки с одной стороны или с обеих посмотрим как работают отлично все работает для любителей возить не они габариты и так спойлеры два варианта у нас вот такой вот с боковыми еще ну давайте его оставим надо посмотреть как он с трейлерами себя ведет и все больше ничего не меняется дарт хендлесс это у нас ручку меняет на хром полностью хром просто ручка и обрамление или пластик ну давайте ставим пластик здесь бы хотелось бы чтобы был вариант paint может кому-то нравится пейнт что касается шин у нас 34 варианта давайте посмотрим такие внедорожные и вот такие как кама ну давайте камаз вот этот ставим это четвертый вариант поменяем везде его так я я немножко не понял а получается на вот эту среднюю почему-то не ставится хотя она не подъемная не знаю почему на нее не ставится это конечно недочет так так не должно быть касаемо дисков есть вот такие варианты давайте я приближу чтобы видно было так так и вот так ну третий вариант по моему получше меняем ну видим что здесь только два варианта задних ну вот этот более похож а средняя как не менялась так и не меняется так что это у нас за . это у нас door handless дальше . идет юбка добавляется вот такая вот юбочка ну давайте пока что где там эта . с юбкой ну на баке я не вижу точек то есть лучше их прикрыть я думаю так еще вижу одну . это скорее всего брызговики так ну брызговик поставили но он не меняется и знак поставлен тоже не меняется по тюнингу задней части уже все довольно таки скромненько хочу заметить да довольно таки скромненько зеркала также не меняется один одно положение в навигатора только но здесь у нас есть поддержка sisal а давайте посмотрим можно ли так sisal и здесь ставится можно ли сюда поставить навигатор нет интересно если его конечно найду или же он просто выпилен отсюда вроде бы видел это ноутбуки да навигатор есть таблет gps тракинфо но к сожалению не смотрят на пассажира то есть тут лучше поставить какую-то там какой-то кошелечек там сигареты кинуть тут типа такого вот очки можно положить немножко не в текстуры въехали но ничего страшного здесь почему-то полка пустует здесь тоже можно было предмет и разместить и здесь только сумка почему-то sisal отсюда выпилили боковое зеркало также можно поставить здесь у нас флажки тут у нас стандартные веселочки можно вешать которые никто не любит и у нас есть шторочки зеленую шторочку я что-то не наблюдаю давай таки такую синюю под такую под более подходящую ну или серую серая слишком уныло синяя как раз подходит под наши так козырек здесь же просвечивается всякие рации климат-контроль или что там уже установлены здесь у нас зеркала но они уберут наш наш санвизор так еще хотел попробовать здесь у нас поддержка sisal давайте все таки попробуем прикрутить gps до gps можно здесь поставить до достаточно высоковато но давайте поставим чтобы сравнить как как лучше что у нас с рулем есть три варианта вот этот выглядит по симпатичнее конечно и вот с такой вот оплеткой тоже довольно таки качественный ну на ваш вкус я не знаю мне по моему вот этот больше нравится на него можно ставить сизл сисл на балдашники вот эти стандартно все больше ничего тут не меняется хорошо покупаем грузовик прицепляем трейлер и будем смотреть итак мы уже загрузились мы в салоне посадка достаточно высокая тут нужна регулировка сразу будем смотреть регулировку мы видим что руль регулируется это хорошо я думаю немножко отодвинуться чтоб лучше зеркало было видно и чуть-чуть вниз спуститься даже не чуть-чуть мы так хорошо спустились но смотрим что обзорность от этого не ухудшилась стало лучше видно зеркала и классно что можно руль регулировать потому что ножка приборка у нас скрылась немножко вниз опускаем и все видим что при приборку стало хорошо видно запускаем дву и двигатель слушаем звук так что у нас бортовым бортовой такой сильно тускловатый вот такие у нас переключатели скорость температура все хорошо переведено значок камаз можно просто поставить для тех кому не нужны эти вода масло температура расход все все нам показывают ну и скорость так хорошо давайте рассмотрим салон так вот он выглядит и послушайте какой вот я это и раньше замечал вот такой вот смотрим прямо звук нормальный сюда поворачиваем голову вроде мы высунулись из окна но звука окружающего не слышно с просто стает более слышно двигатель ну не очень это приятно я вам скажу каждый раз когда вы будете поворачивать голову будет вот такой неприятный звук что касается gps of думаю что я был прав вот этот gps принципе нормальный но этот будет побольше вот сравните их ну они как бы одинаковые но здесь его размещение мне кажется лучше вверху но это как бы на вкус и цвет так смотрим дальше что мы можем еще проверить это поворотники видим что есть индикация и анимация дворники проверяем также есть анимация давайте я приближу переключение есть три режима у нас и выключение с этим все хорошо стояночный тормоз тоже анимирован как мы видим тут все хорошо и индикация тоже есть так давайте включим дождик посмотрим ну видим что есть все таки у нас проблемки красные элементы в блоге включили плохую погоду капли все-таки попадают но на лобовое плохо просто видно давайте включаем дворники да они отлично все стирают третий режим так хорошо рассмотрим как это выглядит снежки заодно проверяем кабели смотрим что кабели хорошо прицепились на трейлер я такой трейлер я такой выбрал пытался попасть свет но у меня ничего не получилось это стандартный кроновский трейлер мы видим что достаточно далеко трейлер находится и он не будет не будет цепляться у нас спойлеры так снежки все хорошо работает давайте включим ночь включили ночь достаточно темно включаем свет и вот так вот с дальниками у нас светится предсказуемо все хорошо давайте посмотрим поворотники 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 видим что вверху дублируются у нас это очень хорошо информативно и также сбоку дублируется сзади если будет видно да сзади отлично просто видно поворотник перемещаемся в салон давайте посмотрим подсветку подсветки салона я не нашел в этом моде достаточно темно приборка подсвечивается стает лучше видно наш портовой компьютер но не видно самого салона не видно тоже руля и так далее это не не очень хорошо и мне например так некомфортно ездить выключаем дворники принципе дождь и не сильный был мы видим что у нас какие-то с проблемки выл это колесо ну ладно включили день давайте немножко проедемся послушаем как он газует у нас приятненький звук и мне очень нравится как тут расположены зеркала их достаточно хорошо видно блин как назло перекрыли тут тут как раз светофор это я плохой вариант вы выбрал такой повернем туда никто не будет пропускать все просто на сто процентов уверен во нашу пунта блин главное чтоб я как прошлый раз не не заехал за как я темно красный потому что так много времени теряем в этих ожиданиях какая-то промзон зона это город линз скорость мы видим показывает но очень мелкий у нас очень мелкий бортовой компьютер не сильно нравится хоть он не показывает все нормально но ночь так сюда я смогу здесь припаркуемся стоп и давайте выключим наш поворотник выключим двигатель сильно шумный кстати да это я считаю минусом что при повороте головы здесь тарахтит двигатель как будто вы высовываете голову на улицу что касается приборки все нормально конечно мелковато все хотелось бы чтобы сделали побольше бортовой компьютер так в этих местах хотелось бы видеть конечно здесь пустующие места здесь можно было сисел прикрутить здесь сисела нету и на пассажирской тоже можно было сажать так здесь также пустует место можно было вставить какую-то рацийку с кабелями вот такое вот а так в принципе мод достаточно неплохой нормальные такие оригинальные звуки просто в кабине плохо смотрятся что касается внешки немного тюнинга не не плещет он тюнингом конечно этот камазис ну оценку я ставлю ему 8 из 10 моделька без таких явных багов всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ссылка на мод под описанием жду ваших подписок пока